Всем привет! Меня зовут Сергей, я приветствую вас на своем канале 1Серж23. В данном ролике речь пойдет непосредственно о разработке тента на РИП, в данном случае на РИП Аэро 420. Чем принципиально отличается данный тент? На самом деле, от тентов, которые я делаю у себя для подобных лодок, в принципе, он особо ничем не отличается. То есть, основная задача, которая ставится перед тентом, это то, что тент должен закрывать мотор обязательно. То есть, для того, чтобы владельцу катера не надо было изгаляться и придумывать всякие конструкции, которые дополнительно там делают, как его называется, делать нужно чехол на мотор и все остальное. То есть, в данном случае все совмещено. Как говорится, два в одном. Это первая задача, которая ставится, то есть, что тент должен закрывать мотор. Мотор должен закрывать надежно. По сути своей, он его практически еще и подвязывает. Система утяжки тента кулисная. Вот здесь вот вклеено усиление. Тент сделан из газодержащих ПВХ ткани. То есть, мотором его не протрет. То есть, винт, все остальное, то есть, как бы, вот-вот находится винт здесь, хлопки винта, они идут по усилениям. Дальше. Вторая задача, которая ставится, то, что тент должен иметь скатную схему работы. То есть, это то, что вода, осад, которые впадают на тент, не должны на нем никоим образом скапливаться, то есть, они должны все уходить. То есть, единственное, при хранении лодки на морозе, на снегу, что, в принципе, не рекомендовано вообще для ПВХ лодок, необходимо все равно убирать снег. Но это, как говорится, отдельная песня. Дальше. Третий элемент. Это то, что тент должен полностью обхватывать все баллоны лодки. То есть, баллоны лодки должны быть закрыты от повреждения, от повреждения камнями, осадков, грязи и всего остального. То есть, тент должен максимально, то есть, если владелец, сказать, лодки приехал на рыбалку или приехал на отдых, расщеклив лодку, он должен получить лодку чистую. То есть, это одна из основных задач тента. Решить данную проблему и данный вопрос позволяет кулисная система утяжки тента. То есть, вообще, на самом деле, кулису имеют практически все тенты, которые я делаю. То есть, я не делаю, я ненавижу все вот эти вот сложности с веревками, там, с подвязыванием, там, маразм. На мой взгляд, это такой маразм и прошлый век, что просто нахер это не нужно никому. По крайней мере, я делаю так, как я бы сделал, например, для себя. Вот для себя я вижу эту единственную грамотную систему, которую я разработал и которую, в принципе, я применяю уже несколько лет при разработке тентов на различные катера, лодки, моторные лодки, ПВХ-лодки. Большие катера, без разницы. На большие катера идет двухстропная система, а здесь одностропная система выше крыши. Стропа убирается, соответственно, вот смотрите, здесь карман, вот карман на липе, здесь внизу убирается стропа, она подтягивается под мотор, легко закрывается. Я не стал ставить сюда молнию, потому что просто нужды в ней нет. Ну и плюс к всему это идет на дополнительное удорожение конструкции. А так, этот, как его называется, нагрузки здесь никакой нет, то есть храповый механизм надежно закрыт непосредственно вот этим карманом, то есть все, что грязь и все остальное не будет его не портить, не будет пачкать стропу, она не будет, соответственно, попадать вниз и снизу никаким образом она сюда тоже грязь не попадет. То есть это все надежным образом закрыто. Ну а сейчас давайте я сниму камеру со штатива и покажу вам, как это все дело получилось. Так, ну вот, я снял камеру, давайте я вам покажу сначала общий вид тента. То есть вот, смотрите, вот, все баллоны полностью закрыты. Осадки, которые будут попадать, будут уходить прекрасным образом как через заднюю, так и через переднюю часть. То есть здесь не будет образовываться бассейн, вот смотрите, не будет скапливаться влага, то есть, ну вот, она все, полностью все будет уходить. Как еще раз говорю, вот все баллоны полностью закрыты. Это одна из основных задач, которые ставятся при разработке подобной конструкции. Нижняя кулиса надежно утягивает тент, это будет предотвращать его от излишнего полоскания при транспортировочном положении. Ну и соответственно, вот, открываю, вот карман, карман на липе, и здесь находится 25-я стропа с храповым механизмом. Больше на ПВХ лодки ставить нецелесообразно, я иногда ставлю 35-е, но сейчас решил, вот, в последнее время на ПВХ и на небольшие лодки ставлю исключительно 25-е механизмы. Причина заключается в следующем, легче снимать, его не нужно, как бы этот, как его называется, снимать с тента, и можно достаточно немножко ослабив непосредственно храповик, то есть, стропы здесь оставлен кусок определенный, то есть, прекрасным образом, оставив стропу застегнутую, можно снять тент. То есть, ПВХ лодка это дело позволяет. Большой катер не позволяет, там надо лучше всего снимать механизм для того, чтобы избежать повреждений гелькоута. А здесь это сделать можно. Ну, как еще раз говорю, это все мероприятие закрывается. Ну и вот все, это вот другая сторона. Подобные тенты доступны в дистанционном заказе, при условии, что владелец катера вот до этого места, то есть, вот по привальному брусу практически, ну или по ровному участку катера. То есть, здесь он доходит до привального бруса, нос у него задран, то есть, видите, здесь вот идет линия не совсем ровная абсолютно. Вот, если он снимет, по крайней мере, до привальника сделает лекало с аллофаном, и пришлет мне его для дальнейшего замера, то такого плана тента я изготовить в состоянии. Давайте ставим паузу. Так, ну вот я опять в кадре. Как я уже сказал, то есть, потому что достаточно много народу пишет непосредственно по вопросам изготовления тентов, находятся люди в других городах, пригнать лодку ко мне, допустим, если большие катера пригоняют, то маленькую лодку пригонять вообще нецелесообразно, никаким образом. И спрашивают, как можно изготовить подобный тент. Так, подобный тент можно изготовить. То есть, и это уже делалось. То есть, можно посмотреть видео, например, тенты из Калининграда делались, делался на РИП, тоже в консоли вот такого же плана, тоже смещенный относительно центра. Вот, поэтому это все как бы абсолютно решаемо. Есть несколько обучающих роликов для тех, кто, допустим, находится, как еще раз говорю, далеко и не имеет возможности пригнать лодку для замера. Конечно, самое оптимальное, это пригнать мне лодку для того, чтобы я все сделал это дело самостоятельно. Но если такой возможности нет, то, ну, что делать? То есть, можно, нужно тогда в этом случае, если хотите, чтобы я вам конкретно изготовил данный тент, тент на вашу полохолодку, то есть, вам необходимо сделать одну операцию. Необходимо купить в хозяйственном магазине салфан, купить степлер, купить зажимки для бумаги, для того, чтобы можно было прикрепить тент непосредственно к привальному брусу, к изгибу привальному брусу, чтобы можно было легче натягивать, потому что малярный скотч нифига на, скажем так, на ПВХ ткань хорошо не ложится. На стекломат ложится хорошо, а на ПВХ ткань ложится отвратительно. Вот, и все, просто сделайте лекалы, уберете складки степлером, обрежьте все лишнее и присылайте все это мероприятие мне. Соответственно, все это дело согласовав. После этого, по вашему лекалу, я прекрасным образом сделаю вам тент. Вот, хоть подобные сложности, хоть более простой, без разницы. Так что вот, если будут вопросы или хотите разместить заявку, обязательно звоните, пишите мне на почту, почту 1серж23собакамейл.ру, обязательно всем отвечу. А так, спасибо за внимание, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok